Сейчас. Так, мы начинаем. Тут все работает, тут все видно. Я даже могу, знаете, свет немножко покажу. Хотя тут, в общем, не то, чтобы мы как-то выбираем на картина, так лучше, чтобы было видно, чтобы можно было наслаждаться чудесным проектором. Итак, еще раз вас всех приветствую и очных участников больше, даже, чем я предполагал, потому что обычно процент, те, кто приходит небольшой, в общем, рад всех вас видеть. Рад видеть уважаемых вебинаристов, которых тоже, надо сказать, очень немало, 25 человек, это прилично. Еще, наверное, сейчас кто-то подойдет. Значит, ну что же, давайте мы будем говорить о том, что, собственно, ради чего мы собрались. Значит, наша тема вот какая, да. Название такое, может быть, немножко вызывающее, нахальное, прямо скажем, да. Но я, честно говоря, прямо даже не знал, как лучше, точнее сформулировать то, что я вам хотел рассказать и о чем я хотел бы с вами поговорить. История вот какая. Почему, собственно, она называется так, а не иначе, и что я имел в виду. Когда 7 лет назад я пришел преподавать в специалист, уже в 8, наверное, почти, я вообще пришел преподавать на курсы рисунка. Нет, на курсы фотографии я пришел преподавать. Думаю, ну, расскажу, так сказать, подрастающему поколению про то, как фотографировать, ну, какие там кнопочки и все такое. Ждал-ждал, долгого не было. И мне сказали, вы знаете, тут есть курс по рисунку, вы случайно не рисуете? Я говорю, я рисую. Мне говорят, ну, вот вы, может быть, заодно как раз и то преподаете, этот курс проведете. Думаю, ну, ерунда какая. Я же знаю, что нельзя научиться рисовать за 10 занятий, да, потому что я-то сам с 12 лет, там, рисунок, живете, композиция. Папа, художник, иллюстратор. Ну, то есть для меня это казалось такой большой профессиональной проблемой и задачей. И вы знаете, мое изумление к концу этого курса было совершенно невероятным, потому что я вдруг обнаружил, что люди, которые собрались, а люди эти были совершенно непрофессиональные. Ну, понятно, дело разное, потому что МГТУ Юни Баумана при всем том, давайте честно смотреть в глаза, это не Академия художеств, да, в нее идут не только то, чтобы те, кто хочет научиться рисовать, ну, простые обычные люди, да, которым вдруг показалось, что за 10 занятий можно попробовать чем-то научиться. Так вот, они научились рисовать, и это было для меня совершенно большим вероятным откровением. И с тех пор я, ну, еще там, так сказать, прошло несколько этапов, и с тех пор я понял, что творчество, в общем, это такая вещь, которая присуща каждому. И, собственно, именно об этом я хотел сказать, и, собственно, именно поэтому я и решил назвать этот вебинар именно таким образом, потому что я вот стал убежденным сторонником того соображения, что творить может каждый, и что все проблемы, на самом деле, в подавляющем большинстве, они находятся внутри нас. Ну, звучит, может, немножко банально, но я знаю, что вот эти банальности, они, их надо все равно повторять много-много раз, потому что каждый, кто сталкивается с этими проблемами, да, он для них, каждый эти проблемы для себя решает по-разному. Ну, два слова обо мне, это вот я, вот я, собственно, преподаватель, да, и практикующий, и фотограф, дизайнер, художник, то есть всеми вот этими вещами я занимаюсь, действительно, лауреат и победитель, оно так кокетливо куда-то уходит в пространство, ну, потому что имеется в виду, что лауреат там чего-то и победитель чего-то, в общем, перечислять все это неинтересно, да и нет ни такой необходимости, собственно, главное вот здесь вот сказано. И вот, собственно, еще раз повторю для тех, кто хочет непосредственно принять участие, у меня уже есть несколько работ, которые мне прислали на мейл, и, соответственно, уважаемые участники, да, можно записать вот этот мейл и прямо вот сейчас, исходя с места, что называется, на него отправить мне свои работы. Для разбора, ну, кратенького такого, безусловно, но, то есть подробно такой аналитической мы не можем заниматься, ну, просто нет такой возможности, да, деятельностью, но, во всяком случае, пару слов об этом сказать можно. И вот, собственно, пока вы ждете работы, я вам хотел представить те доказательства, которые вот в моем представлении существуют, они совершенно объективно существуют, и вот, собственно, хотел попробовать вас убедить в том, что это все действительно так. У меня их много, этих доказательств, но я вам их некоторые приведу поподробнее, некоторые не так поподробнее. И вот, собственно, о чем мы с вами будем говорить. Первое доказательство заключено вот в чем. В том очевидном совершенно факте, то есть это даже не то, что очевидный факт, а это факт, который существует независимо от того, хотим или не хотим, но существует такое понятие, как арт-терапия, согласитесь, да, я думаю, многие знают это слово и многие понимают, о чем идет речь. Арт-терапия – это, как вы, наверное, знаете и понимаете, это занятие не для художника, а арт-терапия – это занятие для всех абсолютно. Да, это, то есть любой человек по определению, да, изначально, просто от рождения, он предполагается наделен некоторыми творческими возможностями. Заметьте, речь идет о том, что это творческие возможности, которые, ну, на уровне, там, музея. Мы не об этом говорим, а мы говорим, давайте я сразу, так сказать, честно скажу, я, собственно, думаю, вы со мной согласитесь, что мы говорим с вами не о том, как стать великими художниками, мы говорим о том, как самореализоваться, правда? Я думаю, что все со мной в этом смысле согласятся, потому что это наша самая главная задача. Вы не представляете, сколько людей на этих курсах, это уже просто лично, это я немножко уже отвлекаюсь от этой темы, да, сколько людей я вижу, которые приходят и говорят под кальку примерно такой вот, такой набор фраз, что говорит, я когда-то пошла там работать в финансовую сферу, или там в юридическую сферу, или там еще куда-то, потому что мама мне сказала, да, что ты сначала получи профессию, а потом вот это. Или там, как вариант, там, я решила, что сначала вот я там это, да, потому что у меня семью, а потом буду этим всем заниматься. И вот прошло 20 лет, и я подумал, что ну сколько уж можно, то я хочу наконец этим заняться, да, это такая довольно типичная история. Я вот сейчас упомянул, что я сейчас собираюсь вести свой блог, да, и я взял интервью у многих людей, ну, более чем у 10 человек, у моих учеников, да, я брал интервью на тему просто, мол, дескать, как вы решили вообще, почему вы здесь оказались, да, почему вот мы с вами познакомились. И это было не сговариваясь, люди просто говорили вот это практически одно и то же. Это я, ну, собственно, ладно, это я забегаю вперед уже, да, к тому, что действительно все в нас заключено в эти проблемы. Но факт тот, что арт-терапия, в общем, она была придумана именно для того, чтобы каждый мог заниматься искусством. Причем арт-терапия имеет в виду искусство вообще в самом широком смысле, музыкальное искусство, да, там, лепка, что угодно, это же все арт-терапия. Но мы с вами должны говорить, ну, вот моя, скажем так, тема, она более узкая, она называется изотерапия, да, и в этом смысле мы тоже, я думаю, понимаем, о чем идет речь. Изотерапия – это частный случай. Арт-терапия предполагается, что с ее помощью человек решает множество принципиальных мировоззренческих задач. Если, я не хочу сейчас просто углубляться в эти теории, да, научные, которые я рассказываю, кстати, вот на курсе про креативное рисование. Знаете, наверное, вот сейчас скоро у меня будет такой курс. И вот там я про это все рассказываю. Почему, как это вообще все происходит. И там, естественно, привожу примеры и упражнения, и задачи, связанные с этой вот изотерапией. Но я думаю, что многие из вас наверняка знают такой факт замечательный, который меня все время тоже восхитил, что один из самых эффективных способов борьбы со стрессами, с внутренними проблемами, да, это изотерапия, когда люди рисуют, да, тот фактор, который их раздражает. Очень классная, очень простая вещь, между прочим, да. Работает 100%. Все психологи говорят, это один из самых таких эффективных способов, да, использования изотерапии. И, соответственно, да, доказательства, собственно, в чем заключено? Это в том, что существует арт-терапия, которая присуща, да, может быть, присуща любому человеку. И в частности, изотерапия. И формируя те критерии, по которым люди должны заниматься этой изотерапией, выясняется, что критерий практически нет. Потому что, во-первых, это абсолютно любой сознательный возраст. То есть как только человек научается осознавать себя, да, он может заниматься изотерапией. То есть там с двух лет и до, понятно, до бесконечности, да. Это абсолютно эффективно работает. Дети двух с половиной летние, трехлетние, на них изотерапия действует точно так же. Детские страхи сживаются точно так же. И они точно так же познают границы. Они точно так же развивают свою фантазию, да. Ребенку, который только-только научился говорить, дайте задание, нарисуй там, например, то, чего там ты никогда не видел, например. Да, и он поневоле начнет генерировать, да, какие-то новые решения. И это невероятно эффективное средство развития личности. Не просто, да, избавление от проблем, а именно развитие. Это такой мощный опережающий импульс, который, да, мозг и душа человека получает. Это во-первых. Во-вторых, второе, так сказать, то есть любой сознательный возраст. Второе, что тут еще характерно, это то, что здесь отработанный прием. То есть это я все к тому же, что это является доказательством того, что с любым человеком этим можно заниматься. Это в данном случае важно, потому что это не блуждание, знаете, в темноте, да, а это абсолютно точно выверенная система. Вот то, что я вам сейчас говорю, привожу какие-то примеры. Это примеры не просто многократно доказанные, да, а они объективно существующие. Да, здрасте. То есть это все совершенно объективная реальность. Вот Сергей Солонов говорит, что есть книга по арт-терапии с помощью фотографий. Да, Сергей, ну много таких примеров. Я просто хочу не отвлекать внимание, да, на это тоже много. У меня тоже есть собственный опыт, связанный с этим. Просто не хочу на это отвлекаться. Извините, я просто только что переболел. И что еще немаловажно, что помимо вот этих отработанных приемов есть очевидный доказанный результат, глубокий результат. То есть результат, связанный с принципиальным изменением свойств личности, с принципиальным изменением характера, с принципиальным изменением свойств. Вот еще раз повторю, в рамках нашего небольшого, так сказать, такой небольшой встречи. У меня просто нет возможности вам привести те примеры, да, и те случаи реальные из моей практики в том числе, где качество жизни людей, да, меняется, все принципиально меняется радикально. Люди просто сами меняют свою жизнь. Или с помощью людей, которые могут помочь, да, с помощью специалистов. Это действительно все происходит. Поэтому вот эта вот, собственно, система, да, так сказать, вот представлений и, собственно, вот с этими результатами глубокими, да, для понимания и развития личности, мне кажется, что это уже само по себе является доказательством, да. То есть каждый человек может по себе совершенно смело, однозначно, сто процентов сказать, что он может этим заниматься. Он может заниматься этой самой изотерапией. Несамостоятельно, пусть, да, пусть под предварительством специально обученного человека, пусть в каких-то определенных рамках, но он может это делать, да. Я на этом так вот настаиваю и напираю, потому что для многих является, я просто знаю это, опять же, по опыту, является камнем преткновения сам факт начала, да. Кажется, что ну как, ну что, дурак, вот сейчас сяду, что бумагу, что пойду в художественный магазин, куплю себе бумагу и скажу, дайте мне самых крутых красок, да, почему нет, собственно, да, надо пойти, надо купить, собственно, и начать это делать. Я бы к этому, да, потому что нет никаких препятствий, которые бы могли этому помешать. Это первое такое вот, да, вот как бы, как мне кажется, вполне убедительное доказательство. Но оно не одно, потому что у меня есть еще второе доказательство. Оно из немножко другой области. Занимаясь дизайном, занимаясь креативным дизайном, да, занимаясь вообще, так сказать, креативными всякими технологиями, и, собственно, я не только ими занимаюсь, но вот и курсы веду, да, вот тут есть курс, называется, там, визуальная коммуникация, дизайн рекламы у меня есть, да, там, и так далее. Ну и опять же, собственно, креативное рисование. Я сталкивался много раз с тем, что люди не просто боятся рисовать, да, а им кажется, что у них нету фантазии. Есть такой расход, да, знаете, такой страх. Он существует, да. Хорошо, многие говорят, я умею срисовывать. И у меня есть такие люди, которые, ученики, которые приходят, показывают эти работы и говорят, вот смотрите, как я умею рисовать. И показывают, знаете, ну, там, срисованные с фотографии, например, портретики. Ну, как бы считают, что это круто. Вы знаете, на самом деле, если честно, это не круто. Это совсем не круто, потому что, ну, потому что это просто копирование. Это так же, как у меня, честно говоря, производит очень такое удручающее, ну, даже не удручающее, просто раздражающее впечатление, когда, я думаю, все это видели, кто в соцсетях бывает, в Фейсбуке, ВКонтакте много-много лежит сейчас роликов, где, знаете, такая ускоренная съемка, где, там, человек карандашиком рисует глаз, там, например, или портрет, знаете, такой фотореалистичный прям получается, вот прям фото, прям фото как живое прямо, да. И все лайкают и говорят, ух ты, ничего себе, вот художник. Это не художник, это чистый технарь, понимаете, это, прошу прощения, обезьянка такая маленькая, которая просто научилась, понимаете, у которой просто глаз работает, ну, как копир. Это не творчество. Творчество – это когда оно изнутри, когда из себя выходит, да. И вот я на это хотел бы обратить ваше внимание, что есть вот эта вот, собственно, такая вот боязнь того, что называется креативность в научном языке. Креативность, то есть умение придумывать, умение генировать. Но я могу вам сказать, как, опять же, повторю, человек, который и занимается уже много, там, 30 лет, да, креативным дизайном и, собственно, преподаю уже много лет, что креативность – это абсолютно точная наука. Это не вот это вот интуитивное ощущение. Знаете, можно, конечно, восхищаться и говорить, как вот он до этого додумался. Вы знаете, на самом деле надо просто знать приемчики, надо просто знать методы, и додуматься до этого может точно так же в каждой. Поэтому мой второй тезис, да, то есть вот это вот второе доказательство, связанное с вот этой самой креативностью, да, оно основывается на утверждении, да, что креативность – это то, что может быть присуще каждому, абсолютно каждому. Это абсолютно четкая наука. Это, ну, безусловно, есть талант, я не спорю, да, понятно, что есть художественный талант, просто человеку дано уж, называется, изначально, да, некоторый там потенциал. Если его не развивать, то, в общем, он креативщиком не станет. Если его адекватно, соответствующим образом развивать, то, конечно, у него будет некоторое форо, о чем мы, да, будем об этом молчать. Но факт тот, что каждый, овладев определенным набором представлений, да, может стать креативным человеком, точно совершенно. И в этом смысле ключевые тезисы, да, в понимании того, что такое вот эта вот креативность, да, это, во-первых, это тоже набор определенных знаний. Во-первых, это определенные приемы, это простые приемы. Приходите на тот же самый вот курс по креативному рисованию, и я вам все расскажу там, что это за приемы. Приходите на курс по дизайну рекламы, и у меня там просто мы занимаемся этой практикой прям непосредственно. И на курс визуальной коммуникации, приходите на курс полиграфический дизайн, где мы сидим и от руки рисуем, знаете, всякие буковки красивые, каллиграфией занимаемся. Я сам это дело очень люблю, уважаю, и, естественно, всех тоже под это дело подучиваю. Вот, так что креативность – это то, что развивается, да, и возникает по совершенно определенным четким схемам, да, по определенным четким законам. Второе, что является тоже таким аргументом, на мой взгляд, абсолютно убедительным, дело в том, что можно зафиксировать прогресс. Вот что очень круто. Понимаете, те, кто боится творчества, да, они говорят, ну, как это, ну, вот я начну рисовать, да, а как вот по импонятию, стал я уже креативным человеком, или это так же фигня, да. Или, например, человек там, или девушка обычно, ну, мальчики тоже, но реже почему-то, девочки, они любят, там, у них альбомчик какой-нибудь есть, в котором они какие-нибудь черно-белые такие картиночки, там рисуют такие силуэтики, красивые детки с развивающимися волосами, какие-то пизажики, восходы, заката, ну, какие-то такие штучки рисуют. Вот недавно на днях буквально ехал, в метро увидел, девушка сидит, значит, все это рисует так стыдливо, так тайно, не может не рисовать, потому что вот она хочет, да, но она вот прям от всех это прячет, потому что ей неловко. Так вот, собственно, как человеку понять, уже он хорошо рисует, да, уже креативно, или еще пока не очень, да. Так вот, в чем, собственно, круть всего этого, того, что это точная наука. Есть возможность фиксации прогресса, понимаете, можно поставить опыты, и можно четко сказать, вот еще креативности нет, а вот там прошло три месяца, и вот уже креативность есть. То есть можно это все измерить, вот что очень здорово. И поскольку это можно измерить, да, то, соответственно, каждый человек, который этим занимается, да, он может это увидеть, наглядно увидеть, что вот полгода назад он этого не мог сделать, сейчас он это уже может сделать. Опять же повторю, что у меня есть много примеров, да, и приемов, и методик того, как это все можно реализовывать, да, я так вот в двух словах об этом все рассказываю, но поверьте, что это все работает, это все так. Третье, что хорошо в этой самой креативности, и что нам дает, как мне кажется, очень большие шансы, да, на то, что все будет очень круто с ней, и у каждого из этого есть шансы, это то, что у нее абсолютно универсальное применение, это правда. Понимаете, креативность, это не то, что для рисования, креативность, это изобретательность, креативность, это, собственно, умение фантазировать, да, и в этом смысле понятно, что фантазия нужна где угодно, в работе, в хозяйстве, так сказать, в быту и так далее. То есть креативность – это абсолютно универсальный навык. И научившись, например, креативным рисованием, можно абсолютно креативным быть человеком вообще, потому что этот навык, он в мозгу, так, ну, наш мозг как устроен, он абсолютно всеобъемлющий, этот навык приобретается. То есть тренируя на примере рисунков, да, скажем, свой креативный человек, становится креативным вообще. И это тоже, как я уже сказал, точно так же можно зафиксировать прогресс, зафиксировать результат. Это вот второе такое доказательство, как мне кажется, достаточно убедительное. Третье доказательство, которое еще больше к нашей, ну, скажем так, повседневной практике, оно имеет такое смешное слово, но здесь не надо его бояться. Есть такая штука, называется скетч-ноутинг. Да, скетч-ноутинг – это быстрой зарисовки. Это зарисовки, которые все делают. Нет человека, который бы никогда-нибудь не брал в руки шариковую ручку, да, для того, чтобы что-нибудь изобразить. Как пройти куда-нибудь, да, или там схема взаимодействия там трех друзей на шашлыках, когда они должны один пойти туда, другой там стрелочкой, да, или как добраться, или, ну, понятно, в общем, да, или даже, например, когда мы по телефону беседуем, знаете, у всех есть такая штука, называется автоматическое рисование. Между прочим, это для психологов очень ценная вещь, они очень это дело любят. Все же рисуют, правда? Ну, то есть все когда-нибудь рисовали, когда болтали по телефону, правда? И вот эти рисунки, между прочим, очень характерны. Они у каждого свои. И психотерапевты, и психологи, да, по этим рисункам очень много что определяют. Это очень интересная такая продуктивная вещь. Так вот, собственно, вот это все, да, называется вот этим общим словом скетч-ноутинг. И, собственно, сказать, еще раз повторю, да, это я по-прежнему привожу доказательства того, что все мы умеем рисовать, да, все мы умеем творить. И в этом смысле, поскольку мы все это делали, да, хоть когда-нибудь, я считаю, что это тоже, да, свидетельство того, что мы все можем создать что-то такое вот собственное из головы, да. Причем у этого самого скетч-ноутинга, да, у него есть ряд тех свойств, за которые, я вам честно скажу, настоящие художники, настоящие дизайнеры, они бьются и ломают себе голову. И это то, что у всех получается у нас просто совершенно естественным образом. Вы знаете, когда дизайнер разрабатывает логотип, он пытается, ну, я думаю, даже те, кто никогда с этим не сталкивался, с этой проблемой, никогда не задавался вопросом, как это делается, зачем, они неизбежно, то есть они могут понять, да, что дизайнер, хороший дизайнер, когда пытается создать логотип, он, с одной стороны, пытается вместить туда побольше смысла, да, ну, каких-то, чтобы это было похоже на что-то, да, чтобы этот смысл читался максимальным количеством людей и чтобы он был достаточно лаконичный, да, вот это как бы черты хорошего логотипа, я думаю, каждый со мной согласится. Так вот, скетч-ноутинг – это уникальное совершенно такое средство самовыражения, да, которое создается на интуитивно понятном языке. Мы, когда мы рисуем, да, вот эти вот все вещи, каракули, да, мы их рисуем на том языке, который понимают окружающие, который понимаем мы сами. Он, это не искусственно, знаете, созданные такие вот, ну, как сказать, полотна. Ну, я вам могу в качестве примера привести, там, Кандинский, например, да, или там, Малевич, когда они создавали свои произведения, у них был такой мощный мыслительный процесс, да, чтобы оценить, там, насколько крут черный квадрат, да, или там какие-то другие работы, да, или абстрактные полотна Кандинского, нужно быть, ну, культурно подковываем, что называется, человеком, да, нужно знать предысторию, нужно знать всю эту сложную историю. Для того, чтобы посмотреть на то, что мы рисуем, когда болтаем по телефону, не нужно ничего. Это вещь, которая понятна каждому так, как она, собственно, рисована. И в этом смысле каждый, да, обладает вот этим удивительным свойством, свойством вот этого интуитивного, да, интуитивно понятного рисунка. Второе, что отличает этот самый скетчноутинг, да, это использование органических свойств людей, как это можно сформулировать. То есть, когда мы рисуем, да, мы рисуем так, как нам удобно, так, как удобно нам, и так, как удобно зрителю. То есть это с точки зрения дизайна тоже невероятно мощно, круто, потому что для дизайнера одна из главных задач, ну, помимо того, что лаконично выразить какую-то мысль, да, это сделать функциональный продукт. Так вот, эти все рисунки скетчноутинга, они абсолютно функциональны, они соответствуют какой-то своей цели. И это тоже нам дано просто от природы. Вот что поразительное. Понимаете, не надо ничего специально изобретать, просто мы сразу изначально это уже используем, сразу же обладаем этим свойством. Вот и все, собственно, вот такие вот вещи. Но это еще не все, потому что, помимо этого, да, существует еще много разных других доказательств. Поверьте, просто в рамках вот нашего маленького такого заседания, да, у меня просто нет возможности это все вам рассказывать. Просто поверьте, что, в общем, на курсах есть много-много причин, да, для того, чтобы поговорить об этом, да. В частности, вот я сейчас уже упоминал, вот есть вот это вот неосознанное так называемое рисование. Это рисование, которое мы, в принципе, не знаем, что у нас получится в результате. Знаете, медитативные всякие практики, вот медитативных практик это очень активно используется, да, то есть рисование, когда ты начинаешь вести линию, оно само получается. Автоматическое письмо, да, вот оно, собственно, он даже вот прямо по-каному, да, это ровно оно и есть, да, и автоматическое, и медитативное, да, и это все совершенно естественные такие вещи. И еще я бы вот здесь добавил, да, уже повторившись, чтобы было понятно, что те, кто говорит, что я не умею рисовать, у нас есть неизбежное так называемое рисование. Неизбежное – это как раз вот то, когда мы кому-то схему рисуем, кому-то показываем, как дойти до магазина, да, как он там выглядит и что сюда ходить не надо. Это тоже доказательство того, что все мы умеем создавать некоторые авторские произведения. И я вам, чтобы вы понимали, что это не просто карабкаль, который мы делаем. Знаете, между прочим, у дизайнеров, у профессиональных, есть такой термин, который называется шрифтовая археология. Шрифтовая археология – это очень модная вещь, очень популярная в последние годы. Фишка заключается в том, что дизайнеры рыскают по городу, ну, вообще по всем местам, и бросаются на всякие надписи на заборах. Они просто на них бросаются и фотографируют. А потом на основании вот этих, вы знаете, ручных каракулей они создают шрифты. Невероятно крутецкие. Ну, там, например, гвоздем нацарапанный, знаете, там соболившаяся штукатурка такая фактурная. Там написано «Петя там какой-нибудь, да, здесь был». И вот они на основании этого создают шрифты. И этот шрифт, понимаете, он как бы вот он из народа, что называется, вот он из глубины. И, да, вот есть такая реально существующая тема. Вы почитаете, наберите где-нибудь там вот в этой самой шрифтовой археологии, и вам там будет масса интересных материалов, да, и обо всем этом тоже можно говорить. Так что, друзья, собственно, как люди, которые, может быть, хоть раз в жизни рисовавшие, если не на заборах, то где-то случайным образом, мы, я уверен, все можем себя причислять к людям авторским, творческим, да. И кто знает, может быть, когда вы, смотрите, что-нибудь нарисовали, где-нибудь написали, смотришь, так потом видишь, этот шрифт стал известным и крутецким. Человек, который написал, да, да, конечно, вот у меня исходник, из которого, конечно, я 15 лет назад нарисовал, конечно, вот, вот, творческий подход, понимаете. Ну вот, и, наконец, и, наконец, последнее, самое, может быть, серьезное доказательство, в числе прочего, доказательство, заключенное в том, что, ну, только немножко философское, может быть, но оно, тем не менее, реальное, вполне существующее. Мы с вами здесь ведь собрались не случайно. Мы собрались с вами, я думаю, не ошибусь, потому что у нас есть с вами потребность в творчестве. И вот эта вот, собственно, потребность, как органическое свойство человека, да, оно не искусственное, оно не привнесенное. Это не то, что, понимаете, какая фантазия. А человек, обладая мозгом, обладая душой, да, он обладает потребностью в этой самой творческой самореализации. Пусть и не в рисовании, я написал потребность в рисовании, да, но просто такая самая на поверхности лежащая вещь, да, а между тем речь идет о творчестве вообще в самом широком смысле. И вот, собственно, эта потребность, она должна быть реализована. Вот, собственно, что я вам хотел сказать в общих чертах. Вот, друзья, такая вот история. Я надеюсь, что я смог как-то, может быть, изменить ваше представление, да, о том, что такое творчество, стоит ли им заниматься. Ну, конечно, приходите вот на действительно ближайший, скоро будет курс про креативное рисование. Такое у нас действительно будет. Вот по этому телефончику звоните. Если есть сейчас какие-то вопросы, мне приходило уже много работ, мы сейчас их будем еще разбирать. У нас еще не все далеко. Вот, мы их можем обсуждать. Если есть что спросить, прямо сейчас можно, прямо сейчас спрашивать, да. Для меня это было очевидно. То есть у меня даже вариантов не было, я бы так сказал. Я когда пытался в сторону рыпнуться, мне, в общем, у меня не получилось. Потому что, я говорю, вот у меня папа художник, иллюстратор. И поэтому я помню свой первый рисунок, у меня мама их бережно хранила, был два года девять месяцев. У меня был нарисован такой смешной человечек, такими ручками, как грабли, почему-то как зубные щетки я их рисовал. Ну, дети их по-разному пальцы рисуют, но я, почему-то, рисовал видеть такой зубной щетки. Пальцы у меня так вот поросли. Вот. И мама потом заботила, все эти рисунки складывала, такая отстопка была, потом потеряла, к сожалению. Ну, то есть, всем было очевидно, что если я чем-то и могу заниматься, то только вот этим, и вот в этом направлении. Поэтому, в общем, для меня так вопрос не стоял. Другое дело, что я всегда хотел, у меня всегда, я имел такую мощную тягу к техникам чего-то. У меня так получилось, что у меня с одной из отцовской линии я художник, а по материнской линии у меня дедушка был там начальником автопарка, автоколонны, ну, я такой технарь, и любил вот это все возиться. И поэтому для меня, например, всегда было очевидно, что я, мне, честно говоря, всегда было скучновато просто сидеть и рисовать, я когда представлял, что вся моя жизнь – это череда бесконечных полотен, картин, значит, этих афортов, и вот этого всего, у меня становится ужасно тоскливым. Я рисовать-то люблю, но я люблю это в таком более прикладном смысле. Поэтому я занимался анимацией, я занимался видеосъемкой, трехмерной графикой, вот этим всем. Ну, а потом, когда компьютеры появились, это просто оказалось, что это просто вот самое оно. Вот, и таким образом, я считаю, что я очень здорово, ловко реализовался, и там, и там. Да, конечно. Такой анекдот, как папа с сыном стоят, и смотрят на художника, как выписывают в море, там, парусы, выноски, плачка, там, волны, вот, смотрят, значит, потом папа с сыном, говорят, и смотрят, как мучаются люди, где у них на поле пора. Вот-вот, да, да, такой вот подход, да, тоже присутствует. Ну, это со мной случилось, я понимаю, что я закончил, вот, Сергей тут тонко замечает, философски задает такой риторический, в общем, практический вопрос. Человек рисует рисунок, или рисунок использует человека, чтобы быть нарисованным. Ну, это, Сергей, уже зависит от, я бы так сказал, от религии, да, той философской доктрины, так говоря, более широко, да, в которой придерживается человек, чтобы считать так или иначе. Я сейчас отправляюсь на свою почту для того, чтобы посмотреть, что там мне приходило. Она приходила, мне там, кажется, довольно много. Вот, да, от Игоря пришла работа, и от Нади пришли работы. Все хорошо. Давайте посмотреть в порядке поступления. Екатерина готова задавать вопрос по своей работе? Я думаю, что она его даже уже написала. Так, сейчас мы откроем эту работку. Почему же мы откроем-то? Конечно, конечно, любые вопросы можно. Креативное рисование, помимо саморализации, рекламу, но какая у вас, что ли? Креативное рисование, оно, ну, саморазвитие, безусловно. То есть вы видите, что оно дает, помимо вот практических каких-то... А, то есть вы, нет, вы спрашиваете, то есть о том, насколько это применимо практически. Да, конечно. Ну, то есть, во-первых, могу повторить, что как минимум, да, это возможность развития креативности, которая, повторю, в самом широком смысле может быть использована в жизни, да, в житейских науках. То есть в философском смысле мы любую свою работу, да, в общем, как считается, да, ну, понятно, что есть такие тезисы о том, что любая работа хороша, любая работа творческого усилия, но, в общем, несмотря на то, что это очень банально, это правда так и есть, да, ко всему можно относиться креативно, ко всему можно относиться творчески. Не только в смысле вот работы, вот как, да, вот, ну, профессия, да, а вообще занятие любого, да. И в этом смысле, безусловно, мне кажется, это очень прикладной такой навык. Ну, я уж не говорю о том, что если человек собирается стать дизайнером, например, да, или дизайнером, или человеком хотя бы отчасти связанным с созданием изображения, да. Я знаю, что многие, кто идут на эти курсы по креативному рисованию, у них потом сразу же линейка выстраивается, они идут потом на курс основы дизайна, да, потом они идут на курс рисунок первый уровень, да, потом найдут на рисунок второй уровень, а дальше начинает специализироваться по своим уже направлениям. То есть вот эта вот креативность и креативное рисование такой просто универсальный базовый навык, да, который он, понимаете, как вот в тот момент, когда вы распахиваете дверь в творчество, да, вот, собственно, вот этот вот маленький курсик, он дает возможность понять, что это вообще, где вы оказались, что это такое. А дальше это вполне практически, мне кажется, реализуемо уже вот в зависимости от того, что вы выберете. То есть он дает вам... Все зависит от стартовой подготовки. Если у вас уже есть какой-то там навык, да, рисунка, скажем так, да, или каких-то аквимических работ, то, ну, может быть и нет, да, для начала, для развития, хотя у меня на него приходят люди уже вполне себе успешно работающие. Мне кажется, что он полезен, он хороший такой. В нем есть, это креативное рисование, скетч-ноутинг, который называется, вот в нем есть, ну, я во всяком случае постарался в него вложить такую вот универсальность, чтобы всем было интересно, и тем, кто уже что-то умеет, и тем, кто прям совсем с нуля. Да, он именно про некоторую самореализацию. Сертификат. Ольга спрашивает, нет, не будет. Запись потом, Ольга опять же спрашивает, будет? Нет, не будет. Так, Екатерина спрашивает, я ответил, да, на ваш вопрос? Екатерина спрашивает по поводу этой фотографии. Допустим ли мне фотографию, что у человека спрятаны пальцы в рукава куртки? Катя, я тебе честно скажу, что, ну, во-первых, нет, если говорить коротко, если смотреть вот прямо на эту фотографию, то, конечно, он однорукий. Кроме того, он, у него есть еще одно очень неприятное свойство, он носом упирается в забор. Понимаешь, он не подсматривает, а он просто, вот, понимаешь ли, да, вот, ну, как будто он хочет себе порезать кончик носа, вот, а, ну, собственно, он это, по-моему, и делает буквально. Это девочка, я даже знаю, как эту девочку зовут. Вообще издалека вот так, издалека. Да, издалека это никак не определишь, девочка или мальчик. Ну, в общем, рукава, да, это не очень хорошо. Она такая, она такая, ну, такая, в общем, она не завершенная, нет вот такого, ну, как бы, замысла. Потом, знаешь, чисто композиционно, то, что она по центру так строго, да, она, как бы, возникает такое вот ощущение такой пафосности некоторой, да, и, а здесь, ну, здесь, скорее, такая мимолетность такого, может быть, настроения, если я вообще правильно понимаю, что хотелось передать. Такая, в общем, неопределенность настроения. Вот. Екатерина Степанова спрашивает, у нас есть курс по скетч-ноутингу. Кать, у нас есть курс, который так и называется, креативное рисование и скетч-ноутинг, да, вот, который стартует у меня уже достаточно скоро, да. Ага. уровней рисунка много, но есть первый базовый, есть второй человек, рисунок человека и персонажа и техническое мастерство художника. А можно первый и третий? А они, как бы, он первый и дальше два, они равны, в любом порядке их можно обсуждать. Ну, нет проблем, можно, конечно, да. Ольга, да, сейчас будем смотреть, да, да. Да, девочке большой привет, и ей тоже большой привет, скажи, что она звезда и хороша, даже несмотря на не очень правильно сфотографированные ручонки. Она прекрасна. Так, давайте от Ольги посмотрим фотографии, а то там много детей ждут. Сейчас мы посмотрим, что там нам Ольга присылала. Можно еще вопрос? Конечно. А, как вам дают учтись полиграфии? Это как называется? Полиграфический дизайн. Если я правильно понимаю, это просто набор картин, да, этот набор, ну, как бы, собственно, да, визуально оформленное поэтическое решение. Набор просто работает. Оль, такие вещи, конечно, сложно оценивать за три минуты, ясное дело. Очевидно, что здесь есть и экспрессия, здесь есть и техническое мастерство, конечно же. Мне не очень близка, понимаете, я вам честно могу сказать, что каждый, разбирая работу, всегда, знаете, есть субъективное, ну, вот как лично мне нравится, но я стараюсь это держать при себе, потому что, ну, потому что это дело субъективное, да, мне нравится, то есть мне не нравится, другому нравится. Я всегда стараюсь понять, прежде всего, позицию автора, да, вот его, как бы, взгляд, его мироощущение, его философию, концепцию. В этом смысле, за три минуты, это, в принципе, тяжело, такого рода вещи сделать. Я могу сказать очевидно, еще раз повторю, что это все очень цельно, это, в этом есть стиль, в этом есть хорошее разнообразие, такое достойное, да, и ритмическое решение. Мне лично, вот опять же, субъективно повторю, мне не очень нравится такая работа со шрифтами. Мне кажется, что здесь есть некоторые сомнительные решения, и даже выбор самого шрифта, мне кажется, неочевидным. Ну, повторю, что вот это мне очень нравится, сама по себе идея формы, контрформы, очень красивая, такая выразительная. А? Это сердце? Это сердце, да. Вот. Оль, молодец, безусловно, хорошие, интересные образы, сложные, смелые, любопытная такая работа, неровные, я бы еще заметил, они немножко неровные, я думаю, что что-то делалось с большим вдохновением, что-то меньше, что-то в начале, как часто бывает, что-то потом. Но, безусловно, это очень на определенном этапе, я уверен, такого рода работы очень неплохи, и их можно класть в портфолио. Хотя, повторю, вот на мой, опять же, совершенно субъективный взгляд, да, не без, не без, я бы даже недостатками это назвал, а таким некоторые сомнительные, может быть, какие-то с моей личной точки зрения вещи, это все время повторяю, что это лично очень, шрифты сложно, да, ну да. Оль, я думаю, что, мне кажется, что здесь шрифт с засечками нужно поискать, потому что рубленный, он слишком разрушает вот эту вот изящную структуру и поэтической ткани, и вообще, собственно, образности, той, которая у этого автора, в этой поэзии. Ну, мне так кажется, опять же, это на вскидку, что называется. Вот, это Олины тоже работа, это просто уже фотографии, как таковые, да, как я понимаю. Ага, фотографика. Немного по параметрам, я бы сказал, что что она немножко композиционно провисает, немножко композиционно недотянута. Вот такого рода вещи, мне кажется, да, они воспринимаются как, ну, как небрежность, как некоторая неаккуратность, понимаете, то есть, ну, грубо говоря, то есть, да, вот эта вот часть, да, ее либо надо как-то кадрировать, да, вот с этой что-то частью нужно делать, либо она должна быть более полноценна. Кроме этого, меня несколько смущает в этой истории перегруженность вверх и явно недогруженность снизу. Такая очевидная, знаете, насыщенность, да, эмоциональная, вот всего вот этого, вот этой сей стороны, вот здесь очень много всего, здесь очень свободно. Я бы это все вот так вот как-нибудь резанул, не говоря уж о том, что и линия горизонта, видимо линия горизонта, которая ровно посредине, мне кажется, что она создает здесь излишний покой такой, излишнее настроение, да, вот, мне так кажется. Вот Ольга согласна, говорит, да, говорит, косяк, говорит, вот. Это интересней, безусловно, это более цельно, это более цельно, и в общем, здесь я бы практически, ну, она вполне самостоятельная, вполне самоценная, самоценная работа. Я бы сверху немножко резанул, многовато, на мой взгляд, белого, просто за счет того, оно такое мало информативное, я бы вот так вот сделал, просто чтобы, ну, акцент был больше вот на, собственно, том, что является содержимым. Ну, сравните, смотрите, вот сейчас вот, мне кажется, он такой стал более спокойный, оно такое вот, то, что интересно, то, что создает текстуру, то, что создает деталировку, оно вот, понимаете, оказывается, вот это большое место, оно немножко перетягивает, слишком много внимания. А вот так, смотрите, чуть-чуть обрезали, видите, уже сразу акцент, мне кажется, понимаете, акцент сразу уже немножечко другой получается. Кстати, у меня будет скоро курс, между прочим, если кого это интересует, называется, практику по композиции. Это вот как раз курс ровного проекта, про то, как правильно кадрировать, как правильно, что лишнее убирать, как добиваться разной национальности за счет компоновки и кадра. Это курсы для фотографов, и для художников, и для рисующих людей, и для всех. Очень советую прийти, он очень полезен. На курс креативного рисования можно ли с опытом ноль? Да, именно, вот я его создавал именно для того, Екатерина, чтобы люди с опытом ноль на него как раз и приходили, на нем получали массу информации. Вот еще одна фотография Ольги, называется Ялтинская скорая. Оль, отличная фотография, и здесь даже не добавить, не убавить. Тут я бы даже, ну, понятно, что всегда можно что-то сказать. Меня бы здесь смутило, например, то, что колеса, они как бы приклеены немножко к краешку листа. здесь понятно, что это я бы дофотошопил буквально там полсантиметра, чуть-чуть совсем капельку. А, это с пленки сделано. Ну, в общем, я бы все равно подретушировал, прям капелюшечку, но отличный кадр, на самом деле, очень хороший, и вот этот кадр лучший из того, что мы сейчас видели, из пресно-махвайной работы, потому что, собственно, причина очень проста. Здесь есть выраженный, классный, интересный замысел. Вот поймала, молодец, и слава богу, да, то есть вот этот вот луч, да, который, а на проекторе это очень здорово смотрится, прям такой светлый луч, да, вот этой вот скорой помощи, и сразу возникает масса ассоциаций, да, и вот ощущений, да, вот у меня будет следующий вебинар, между прочим, будет называться про, где берутся красивые, очень красивые фотографии, если обратили внимание, да, и вот как раз пример того, как фотография, да, вроде бы такая, ну, житейская вполне, да, как в ней вдруг возникает что-то такое удивительное, совершенно, за счет того, что смысл, и прям невероятно четкий смысл, ой, молодец, вот это прям очень классная поточка, души прям, могу сказать, с него, и главное, понимаете, здесь уже не важно, что там по композиции, что там вот по каким-то нюансам, тем больше здесь, в общем, все абсолютно на своих местах, здесь прям реально все очень здорово, и даже выдержка, то, что немножко такая смазнутая, она прям то, что нужно, вот, Сергей прислал фотографию с голубями, ну, Сергей, понимаете, тут тоже можно много о чем говорить, у меня тут много есть сомнений, понимаете, во-первых, во-первых, давайте так, я прям перечислил несколько тезисов, да, времени у нас нет, этого мы и так уже немножко больше, да, но я все работы прислал, мы разберем, зачем здесь нужен цвет, да, загладимся таким риторическим вопросом, по-моему, по-моему, здесь цвет не работает, здесь много замечательных вещей, да, которые можно по-другому трактовать, но цвет здесь ни к чему, это первое. Второе. Мне всегда смущает, вот мое личное, субъективное, абсолютно, Сергей, на это не следует обращать внимание, я просто делюсь своим собственным соображением, на меня всегда, мне всегда вызывают некоторые сомнения фотографии, на которых использованы сфотографированные тексты, ну, то есть, когда на фотографии присутствует, я не знаю, там, плакат, на котором нарисован человек, который держит там в руке, там, я не знаю, миллион долларов, написано, хочешь быть счастливым, хочешь быть богатым, а рядом стоит нищий стричок, такой, знаете, с такой сумкой, с пенсионерской, да, и на него смотрят, ну, это как бы очевидная вещь, да, ты попробуй вырази мысль без текста, вот без, ну, как бы, ну, без использования, скажем так, чужих, в общем, работ, да, без использования подсказок, да, вот именно как фотограф, и в этом смысле, мне кажется, что здесь, вот есть такая вещь, тем более, что этот текст, ну, он, в общем, ладно бы тут было написано, что там, убивай голубей, делай добро человечеству, например, тогда бы это было еще занятно, да, такой нахальный голубь, но здесь вот, ну, как бы, в общем, не очевиден замысел, понимаете, и опять же, центрально-симметричная композиция с таким вот, да, вот акцентом на этой центральной части, она, очень, любая центрально-симметричная композиция очень многозначительная, очень такая пафосная, и здесь такое вот многозначительное внимание этому уделяется, да, смотришь и думаешь, ну, и что, и чем, ну, в общем, такое интересное достаточно наблюдение, да, ну, вот не более того, я бы так сказал, вот, вот, вот мне еще, так, ох, там на Яндекс.Диск, а, ну, там у вас открыто, да, там можно, вы знаете, я прям первые три, да, прям вот открою, давайте вот сейчас, вот фотография, вот фотография, снятая в сложных условиях, снятая, кажется, на не очень крутецкий объектив, а, на монокрю, вот я смотрю, да, такая хроматические аберрации, такие прям по краю, ну, пожалуй, да, они здесь, ну, да, в таком, когда они до такой степени утрированы, да, они придают этому очарование, что хорошо, очевидно, что здесь, конечно, лаконичный такой достаточно цвет, ну, давайте говорить честно, что эта фотография, все-таки достаточно профессиональный человек, и поэтому здесь, конечно, нету таких очевидных, да, вот грубых сложностей, да, и по композиции здесь, конечно, с этих местах, вы знаете, ну, критики, ну, опять же, мне кажется, что всегда можно что-то найти, я бы, я бы сверху, верх здесь тоже срезал бы немножечко, вы знаете, опять же, из каких соображений, чтобы, ну, чтобы такая одухотворенность немножко получилась, из-за этого, который из-за этого выходит, и они стал... Вот это, а что, да я бы прям резонул, чтобы наоборот там воздуха было побольше, она тогда так, понимаете, поднялась, и еще я бы лично, он то бревно бы отфотошопил, просто убрал, потому что оно, оно такой прозаичность сразу придает, это снимок-то такой декоративный, тем более со спецобъективом, да, вот с моноклим, да, да, ничего, угу, давайте мы Надежду сейчас посмотрим, фоточки, у нас там, у Тим, были там много картинок, Надежда, да, в моем случае это все скетч, только не рисованный, не фотографированный, а вязаный, какие схемы, ничего, вообще разработать, ничего, я просто думаю, я делаю просто, я вижу, что я чувствую сейчас, я выражаю сейчас вязание, и еще делаю меньше, больше вязания, угу, то есть это такое даже интуитивное, какое-то, да, поощущение, здорово, это, это, да, это очень классная иллюстрация того, что, насколько широко, может быть, применение творческих всяких возможностей, там все мои работы, такие зарисованные, ой, так я с удовольствием сейчас эти посмотрю, и я стану, я думаю, что мало кто вообще видел подобного рода штучки, это деревянные гусеницы, это деревянные гусеницы, это деревянные гусеницы, а потом, кстати, еще в наличии, это, это очень здорово, мне в этом нравится, прежде всего, именно вот эта вот, ну, как бы спонтанность, да, фактически, то, что это действительно является такой, действительно, реализацией творческой, совершенно полноценной, и, и у меня это, обалдеть, здорово, мне она не кажется крутой, я вам, я вам честно скажу, по композиции она неплохая, по цветам, по колористике она неплохая, неплохо подобран фон, потому что он гармонирует, но, извините, но она плоская, плохо поставлен свет, не работает свет, понимаете, здесь очевидно, вот здесь очевидно, да, вот есть как бы изгибы формы, да, некие изломы формы, но эти изломы формы, они, можно догадаться, только вот по форме вязания, но я утрирую, понятно, что там чуть-чуть легкая вот эта вот тень-то, она лежит, да, но и слишком мало, она не создает вот этой мягкой пластичности, и фон плоский, да, тоже он прям подсвечен, да, такой очень прямой, очень лобовой свет, да, в котором теряется вся, все вот это вот изящиеся, это прелесть, потом я бы, конечно, здесь в идеале бы воспользовался каким-нибудь объектом с маленькой глубиной резкости, чтобы задний план размывался, не, ну, мы уже говорим, да, спросили, вот, то есть, в общем, изящнее, мягче, чтобы оно, вот эта вот изящая мягкость, лучше бы соответствовала бы тому, что мы с вами, ну, вот, друзья, собственно, мы с вами посмотрели, и поболтали, и поговорили, ну, что еще раз могу сказать, что я всегда буду рад видеть вас на всяких мероприятиях, приходите на занятия в специалисты,